Здравствуйте! В прямом эфире Большого Радио программа «Точка зрения». Сегодня мы будем говорить о том, как в области идет подготовка к празднованию 80-х годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье. Это следующей осенью будет, осенью 2024 года. Это славная дата. А также будем говорить о том, как осуществляется патриотическое воспитание И сейчас я представлю наших гостей, и вы поймете, что говорить мы будем о том, как она осуществляется на базе кадетской школы города Мурманска. Итак, сегодня в эфире у нас депутат Мурманской областной думы Михаил Белошеев. Михаил Викторович, добрый день! Здравствуйте! Михаил Викторович неспроста здесь. Он давно занимается патриотическим воспитанием. И, кроме того, он имеет самое непосредственное отношение к кадетской школе. Он ее создатель и первый директор. Анастасия Метелева, советник, директора кадетской школы по воспитанию. Здравствуйте, Анастасия Александровна! И кадет военно-морского класса Алексей Лютов. Алексей, добрый день! Здравствуйте! Итак, с чего мы начнем? Это, знаете, мы когда говорим о воспитании, да, это как ответ на вопрос, с чего начинается Родина. Это одного порядка вопроса, нет? Ну, может, я тогда начну. Во-первых, Горелович, большое спасибо вам за то, что вы поднимаете эту тему систематически и обсуждаемую в разных концессиях. Вы недавно опубликовали статью, заметку, которая меня до глубины души тронула, что три подростка в муниципалитете Санкт-Петербурга, Красном Село, затушили вечный огонь. Вот, я как историк поднял информацию и сказал о том, что по национальности были ребята из Узбекистана. Я хочу сказать о том, что Узбекистан внес огромный вклад в осуществление победы. Население начала войны было 6,5 миллионов Узбекистана, полтора миллиона ушло на фронт. По источникам 380 жителей Узбекистана были удостоены высшей степени отличия звания Героя Советского Союза. 53 участника Великой Отечественной войны награждены полными кавалерами орденов славы. 420 жителей Узбекистана удостоены различных государственных наград. К чему я говорю? О том, что военное или патриотическое воспитание, гражданское патриотическое воспитание имеет огромную роль. И к глубокому сожалению, когда Советский Союз распался, что приемниками победы не стали наши бывшие союзные республики. То, что произошло, это, конечно, большая беда и для нас, и для жителей Узбекистана. И то, что мы сегодня поднимаем этот вопрос, очень важно в плане организации. Совсем недавно депутаты Мурманской областной думы приняли специальный закон об организации патриотического воспитания. Такие законы уже приняты во многих регионах. И цель этого закона – систематизировать организацию патриотического воспитания Мурманской области, конкретизировать цели, задачи, определить полномочия. Конечно, законопримительная практика через какое-то время покажет актуальность, важность этого закона. Но то, что сегодня проводится большая работа, в частности, у ордена Ленина Мурманской области, в самом молодом, самом северном городе Героя Мурмански, говорит о том, что эта работа очень важна, ее много не бывает. Достаточно сказать, что буквально на следующей неделе, во вторник, про гимназию открывает музей, в котором будут поставлены экспонаты специальной военной операции. То есть, начиная уже с начальной школы, педагоги воспитывают такую любовь, причастность. И надо сказать, что в целом по Мурманской области проводится большая работа в масштабах проекта Парта Героя. Парта Героя, которая приближает к ученикам средних образовательных учреждений подвиг наших земляков. И вот совсем недавно тоже в 13-я школа открыла Парту Героя участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину города Героя Мурманска Михаилу Яковлевичу Ощепкову. К сожалению, за многими событиями иногда мы как бы забываем тех людей, которые стояли у истоков строительства. В частности, Михаил Яковлевич построил три четверти города Мурманска, работая в управлении механизацией строительства Треста Мурман-Женстрой. Он был инициатором создания мемориального комплекса первого корпуса противовоздушной обороны на Бромысе. Вы знаете, когда мы открывали эту Парту Героя, Михаила Яковлевича Ощепкова, и особые чувства мне переполняли, потому что я лично знал его. Это был удивительно скромный человек, который занимался патриотическим воспитанием. Тогда мы были комсомольцами. Насколько доходчиво он рассказывал об этих событиях. К сожалению, практически не осталось участников Великой Отечественной войны. Эту работу по вековечной памяти трудно переоценить. Совсем недавно, 9 декабря, День Памяти, День Героев Отечества, состоялся митинг около памятника с защитником Советского Заполярья. Но погода, ясно, была не очень комфортной. Когда на митинге присутствовала молодежь, которые по глазам уже были соучастниками этого мероприятия. Это очень важно, потому что самое главное в патриотическом воспитании, это уже мои убеждения, избавиться от формализма. Как только появляется формализм, что бы мы ни проводили, не имеет смысла, наверное, чтобы завершить свою идею, уже на протяжении 7 лет мы реализуем проект «Историческая гостиная». «Историческая гостиная» — это когда мы с единомышленниками, в частности, Андрей Андреевич Сычев, наш документалист, мы выходим в различные аудитории, были в кадетской школе, и поднимаем темы малоизученные, которые не на слуху. В частности, мы очень детально сейчас изучаем историю полярной дивизии, с помощью студии «Река» открываем малоизученные истории Великой Отечественной войны. И где бы мы ни проводили эти занятия, то есть эта информация востребована. Когда приходишь в аудиторию, чувствуешь какую-то напряженность, а когда мы начинаем рассказывать, вот именно доходчиво, непринужденно, то дети раскрываются, испытывают потребность в таких знаниях. У нас есть такой прием, или что в конце нашего заседания мы предоставляем возможность участникам «Исторической гостиной» прикоснуться к фрагментам «Песем с фронта». Это настолько трогательно, когда ребята читают эти письма, вплоть до слез возникает на глазах от этих строк. И, наверное, в завершении скажу, совсем недавно в составе делегации Мурманской области мы посещали Коми, республику, и там мне удалось провести «Историческую гостиную» в одной из школ. Казалось бы, приехал человек... Прямо в Сык-Карик сам? Прямо в Сык-Карик, да. Мы когда готовились к поездке, я выразил такую инициативу, мне было интересно, как нас воспримут в другом регионе, посмотреть реакцию. И когда мы с помощью заместителя председателя госсовета решили этот вопрос, и пришел я в аудиторию, был один, конечно, да, и старшеклассники, там, 10-11 класс, и сразу удалось с ними найти такое понимание. А речь шла о событиях Великой Отечественной войны на Мурманском направлении, и нас объединяет эта история лент транспортных батальонов. И вот когда мы дошли до лент транспортных батальонов, показали такую значимость совместной борьбы, с чего я начал, например, Узбекистана, то ребята проявляли такое соучастие. Вот когда мы перешли к письмам, а Андрей Андреевич Сычев мне предоставил возможность настоящие письма взять с собой, и эти письма мы дали ребятам, чтобы они полистали, смотрите, со слезами на глазах. Тут к чему я в конечном итоге веду, что работа по патриотическому воспитанию, она очень важна, надо поднимать эти вопросы, что вы поднимаете важность, чего я начал, это беда. Еще в Москве, как сказали, отрезали голову коня, но это же просто куда, как, кстати, смотрели органы. И вот вы в своей статье, сейчас закончу, в своей статье вы сказали, что необходимо усиливать ответственность за подобные деяния. Я тоже согласен, вас поддержу, может, как законодатель поработаем, чтобы ответственность должна быть уголовная за такие дела, чтобы понимали, что если не доходит на уровень убеждения, понимали, что ответственность государства будет строго спрашивать за то, что... Ну, это просто по определению недопустимо. Вот этот вандализм, который переходит все границы. Буквально еще скажу, вчера состоялась прямая линия с президентом и коснулись тему мигрантов. Он сказал о том, что необходимо, что мигранты, которые живут в России, принимали культуру, порядок этой страны, в которой живут. Правильно? В ту, вот, со своим самоваром не ездят. Вот поэтому то, что вы поднимаете эти вопросы, вот сегодня мы поговорим. И, значит, если буду рад, если вопросы задут мурманчане... Вот дело в том, вы рассказали, что вот были в Коми, да, провели историческую гостиную, а мне вспомнилось, как вы рассказывали, как вы в Лоухе ездили, в Лоухский район, да. И как там поначалу, ага, приехал депутат из Мурманска, сейчас он для галочки муроприятие проведет, вот, а потом, когда услышали, о чем речь-то, и когда увидели, что к чему и как, то просто, ну, были... Да, вы даже помните, директор Сосновской школы-то сказал, что такие встречи надо транслировать по центральному телевидению. Вот, вот, вот. Вот это вот то, что не хватает нам. Так, и, кстати, еще, вот уже, чтобы плавно перейти к кадетской школе, вот, опять-таки, то, что касается исторической гостиной. Ведь вы с самого начала стали завсегдатой Мурманского телевизионного клуба. Вы на все заседания ходили, без всяких приглашений, без ничего. Да, да, да. И потом там, а Андрей показал, как раз показывали там какой-то фильм, вот, о войне, по-моему, да. И вы, а вы только ушли вот из школы на работу в горсовет, да. И вы подошли и сказали, что, ребята, так это надо в кадетской школе показать. Так что, я думаю, что кадетская школа, наверное, первой стала. На ней была опробована эта историческая гостиная. Конечно, это мои родные, конечно. И вот вы сказали, телевизионный клуб вы вели с Андреем Андреевичем. Вот очень большое такое событие. Я думаю, что вы как-то найдете с силой после того, как музей откроется, восстановить. Потому что мы, опять-таки, говорим про патриотическое воспитание. Это связано, неразрывно, с историей. А вы показывали такие сюжеты, которые, ну, ясно, что мы уже старшее поколение Мурманска. Мы помним их, а многие даже не знают страницы истории. Это тоже история Малой Родины. Да, понимаете, Михаил Викторович, ведь дело в том, что патриотическое воспитание, это ведь не только помни войну. Конечно, конечно. Вот, допустим, у нас был Валерий Кириенко, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по биатлону. Биатлонизму. Ну, он в Мурманске живет до сих пор. В Мурманске, да. Он герой спорта нашего города, можно сказать. Это ли не патриотическое воспитание, особенно в свете того, что сейчас в спорте международном делается по отношению к России. Самое настоящее свинство. Это ведь тоже патриотическое воспитание. Мы как-то привыкли, вот все, война, война, война. А не только война, а вот не так давно ушел из жизни почетный гражданин города, героя Мурманска, герой социалистического труда, капитан Абакумов. Александр Викторович Абакумов. Да, Александр Викторович. Герой Вьетнама, кстати. Вот, это, это, это тоже патриотическое воспитание. Мужик стал героем социалистического труда, потому что всю жизнь ходил на маленьких рыболовных траулерах, ловил рыбу в качестве капитана. Герой Викторович, вы правильно подняли тему, вот буквально недавно я присутствовал в прогимназии 40-й, открытие школьного спортивного клуба. И они название придумали так, Мурманчата. Вот как раз, да, да, трогательное, когда они показывали выступление, вот как раз, на мой взгляд, нашли хорошее название, на стыке как раз то, что вы говорите, и патриотизм, и спорт, любовь к Мурманску. И вот, подтверждая ваши слова, мы тоже с Андреем Андреевичем задумывались, чтобы провести цикл таких встреч с почетными гражданами. В частности, мы готовим Николай Иванович Бережной, строитель, вот, там, кто же самый, Калошин Игорь Яковлевич. Николай Иванович, кстати, срочную служил здесь у нас. Ну, вот видите, мы знаем про него, знают его молодежь, поэтому Мурманск богатая история, и необходимо помнить об этом. Хорошо. Еще, еще, вот, завершу, да, вы тему подняли, Настенька, сейчас. У нас очень хорошо работает народный фонд, мурманчане своих не бросают. И вот наши выпускники, многие школ образовательных, достойно выполняют задачи специальной операции. Ну, вот так случилось, что мои ученики, которыми я, как встречался на уроках, сейчас выполняют специальные военные операции, уже звание полковников, подполковников. И вот у нас этот фонд, народный фонд, мурманчане своих не бросают, оказывают поддержку одной из войсковой части. Вот, и очень тепло отзываются военнослужащие об этой поддержке. И вот очень важно, что наши школьники письма пишут защитникам. Вот на одной встрече с командиром подразделения спросил, вот эти письма, что школьники присылают, они отвлекают вас, нужны они вам или нет? Он говорит, слова благодарности большой педагогам и юным мурманчанам за эти письма, эти письма приближают их к родному городу. Вот буквально вчера я получил пакет писем с 36-й школы, спасибо большое коллегам, то есть школа 6-й класс, и договорился со своим выпускником, дали мне адрес, вот сегодня кадетами нам принесли письма, сейчас Настя передаст, и буквально сегодня эти письма уйдут на адрес, на адрес пограничной части, и постараемся так, чтобы на Новый год каждый военнослужащий получил весточку самого молодого, самого северного города, Герой Мурманск, и вот эта связь, она бы продолжалась. Спасибо вам большое, Настя, спасибо тебе большое, эти письма мы доставим. Ну вот, Анастасия Александровна, вот вы, на мой взгляд, абсолютно в чистом виде соответствуете поговорке «Где родился, там пригодился». Вы выпускница кадетской школы, вы ее закончили с золотой медалью. Да. Вы учились в МАГУ тогда еще, это сейчас МАУ, здесь же тоже в Мурманске. Более того, после работы, вы пошли работать, после учебы, вы пошли работать, опять-таки, в кадетскую школу. И вот сейчас вы советник директора по вопросам воспитания. Да, все верно. Это, извините за вопрос, призвание, что ли? Наверное, на самом деле, действительно, если бы меня спросили в классе в девятом, кем я хочу быть, у меня был миллион ответов на этот вопрос, кроме как работы учителем. И вот такое стечение обстоятельств, какое-то чудесное, наверное, что на третьем курсе я уже пошла работать в школу. И вот сейчас уже семь лет я работаю, это мой выпускник, уже в одиннадцатом классе, я помню его в пятом классе. И это действительно какое-то, ну, наверное, стечение обстоятельств такое волшебное, которое привело меня туда, где я есть сейчас. То есть, вот вы когда дошли до слов стечения обстоятельств, я подумал, ага, а потом услышал слово счастливое, думаю, ого, то есть, все как надо идет. Определенно, да, действительно, школа для меня сейчас, я понимаю, что у меня нет разрыва, вот я в ней училась, и вот я в ней работаю. Вот я как пришла, и я так там и осталась. Нет этого года двух перерыва, которые были. И это действительно, я помню, какая была школа при мне, и очень отрадно видеть, что дети, которые сейчас там учатся, начиная от одиннадцатых классов, таких уже осознанных, которые, в принципе, понимают, чего они хотят, и заканчивая теми, которые приходят, насколько много они привносят нового, чего-то интересного, каких-то новых моментов, с которыми вот я, когда училась, не сталкивалась, скажем так. А у меня вот такой вопрос детский или дурацкий, я их люблю очень задавать. Вот смотрите, у меня одноклассник, он тоже закончил наш пединститут, всю жизнь проработал в школе. Он на первую практику, когда пошел, он пошел в родную школу. Он потом, когда вернулся с практики, сказал, ни за что на свете, ни за что на свете. Я говорю, почему? Он говорит, да потому что меня, ну, вот как считали балбесом учеником, так и продолжали считать. Вот точно так же. Они не видели во мне учителя, не видели во мне человека, который на замену им придет в эту школу. И он на вторую практику не пошел в родную школу и работать пошел в другую школу. С вами не было такого? Как к вам отнеслись учителя? Может, они взревновали? На самом деле, у нас просто очень домашняя школа в этом плане. И действительно, со стороны коллег была только поддержка, помощь во всех вопросах, каких бы ни было. То есть, если учесть, что я еще веду, допустим, математику сейчас в шестом классе, соответственно, это помощь и как коллег-предметников, это воспитательный отдел, который родной мой любимый, из которого я, собственно, вышла, и вот сейчас в нем я продолжаю работать. Поэтому я с такой проблемой не столкнулась. Хотя на практику, на первую я тоже не ходила в свою школу. Ага, все-таки, да. Нас там распределяли. Я ходила на последнюю практику в свою школу. Хорошо, давайте мы сейчас прервемся, потому что реклама сейчас должна выйти на Большом Радио. После рекламы вернемся в студию, продолжим разговор. Программа «Точка зрения» вернулась в прямой эфир Большого Радио. Напомню, сегодня здесь работает депутат Мурманской областной думы Михаил Белошеев, советник директора Кадетской школы по воспитанию Анастасия Метелева и учащийся Кадетской школы Алексей Лютов. Эфир прямой 45 09 45, телефон прямого эфира. Вы можете позвонить в студию, задать интересующие вас вопросы. И, кроме того, отправить смс-сообщение в вайбер и ватсап к вашим услугам на номер 8 921 045 10 45. Алексей, давайте теперь и вами займемся. Вот я, наверное, посмотрел шпаргалку, я вас неправильно представил. Вы не просто Кадет, вы старший Кадет, так? Так точно. А в чем разница? Ну, старший Кадет... Что-то типа командира отделения? Ну, командир своего направления. А что это такое направление? Ну, у нас в школе два направления. МЧС и военно-морской флот. Ага, вы, значит, командир направления военно-морского флота. Все верно. Так, а то есть... То есть вы отвечаете за тех, кто просто Кадет и кто учится по вашему направлению. Так что ли? Ну, вообще, так как мы со старшиной, это представитель МЧС классов, хорошо в отношениях и в дружеских отношениях. Поэтому мы контролируем за обоими направлениями. Ну, то есть я контролирую за МЧС классами, так же, как за ВМФ классы. И старшина контролирует ВМФ классы и свои МЧС классы. Ага, вот так. А вот все эти Кадетские дела. Тут мне еще шепнули, что вы всерьез в хоккей с мячом играете, да? И тренер у вас, ну, извините меня, не поросячий хвостик, а целый Андрей Марковиченко, да? Да. То есть, ну... А учиться-то время есть? Школа, как ни крути, все-таки средняя, общая образовательная школа, хоть ее Кадетской назови, хоть антикадетской. Ну, учиться... Всегда есть время. Мне на уроках все хорошо дается, поэтому... У меня с этим проблем нет. Ах, вот на что. Алексей, а я вот не очень хорошо вижу, там на одной из медалей профиль Павла Степановича Нахимова, да? Да, все верно. А откуда у вас две медали в столь юном возрасте? Ну, медаль Нахимова Павла Степановича я получил за золотой эпалет. Это слет в Москве был, мы представляли наш регион, нашу школу. Ну, название само, то есть, Кадеты съехались со всей России? Все верно, в Москве. И вы что-то там победили где-то, что ли? Мы... Медали-то так просто не дают, наверное? Мы хорошо представили нашу школу, почти все первые места заняли. И нас наградили медалями. Ага. Наградили медалями всех участников Мурманска, из Мурманска кто приехал? Всех участников, представителей Мурманской области. А, вот так вот. То есть, нашей школы, да. А вы, значит, тоже там были, Анастасия? Я руководитель была до этой команды. Ага, ага. Ну и как это было-то? Вот, все-таки, ребята, наверное, ценили, оценивали как-то, ну, грубо говоря, тактически все это дело, а вы стратегически. Вот, какие выводы вы сделали из этого золотого эпалета? Что вы там увидели в первую очередь? Ну, знаете, мы на самом деле на эпалете были тогда, какой раз я говорила, 14-й вроде, ну, лично вот я была, то есть это наш такой уже очень... То есть вы с младых ногтей еще будучи сами кадетом? Да, это я еще свой китель не надела, надо было надевать. Бликовали бы, тут сидели вдвоем. На самом деле, действительно, очень теплый форум, мы всегда туда ездим как домой, и всегда приятно видеть, что дети по окончании форума разделяют наши руководительские, скажем так, эмоции. То есть Леша там вот был в первый раз, и, в принципе, команда ездила новая. И когда форум закончился, очень приятно, что дети ищут себе друзей из других регионов, и потом это перерастает даже в теплую дружбу. То есть у нас есть саратовская команда, с которой мы общаемся. Раньше это была команда старого Оскола, они просто потом по своим там причинам перестали ездить. Хорошо, а вот смотрите, золотой палет, кадеты со всей России, кое у кого, да, может даже у многих, может возникнуть ощущение, ну, ребята приехали поиграть в свои игры, помаршировать, походить в строем, попеть песни, значит, еще что-то такое, в спортивных каких-то соревнованиях принять участие. Что там внутри? Форум форумом, форумом можно обозвать все, что угодно. Что там, ребята, чем занимались-то? На самом деле, очень обширная программа, помимо экскурсий, понятное дело, по городу, помимо, конечно же, составляющей в виде строевой подготовки, это защита исследовательских работ. Причем по разным направлениям. И, к слову, вот вы до этого сказали, что патриотизм, это действительно не только о войне. И я, на самом деле, на 100% с вами согласна, и наша школа, раз мы тут сегодня гости, мы очень хорошо реализуем вот это как раз-таки понятие, что патриотизм, это не только о войне, это не только погоны, не только маршировка. Это, конечно же, и это в том числе, и это очень большая часть, но, допустим, у нас девочка в том году на Золотом и Полете заняла первое место с проектом по экологии. Экологический месячник, он проводится у нас уже второй год, и в целом волонтерский отряд в школе работает на ура. И я считаю, что это тоже проявление патриотизма, любви к своему региону, к своей школе, когда уже даже пятиклассники начинают сортировать, допустим, батарейки от крышечек. Потом на Золотом и Полете это кадетский бал, это творческое направление, это вальс, это русские народные танцы. И когда десятые классы мальчики сейчас... Вообще, в принципе, народные танцы — это такое интересное, скажем так, направление. И когда парни выходят и танцуют, и занимают первые места, это же тоже такой вот боевой дух, скажем так. Анастасия, вот вы сказали, да, народные танцы, вальс, здорово выходят, танцуют. А я вот тут узнал информацию, вы, оказывается, в снежки любите играть? Да. В Юки Гассен? Да. Вот как это всё уживается в одном человеке? На самом деле, проект у нас действительно большой, это проект для тех, кто знает, кто толк в снеге. Занимаемся мы этим тоже довольно долгое время, я лично в этом проекте хронометрист. И это действительно очень... А там бой длится определённое количество времени? Да, это три сета по три минуты. Нужно либо захватить флаг, либо выбить всех противников команды. И в том году мы проводили на празднике Севера, собственно, у нас был большой турнир по Юки Гассен, и мои кадеты принимали там участие в рамках волонтёрства. Вот так вот. То есть, в целом, мы все в этой Юки Банде, Юки Семье, и действительно, Юки Гассен, я искренне в это верю, что скоро станет визитная карточка Мурманской области, если уже не стал. А вот Москва, ну, это всё-таки там, ну, 2000 километров от Мурманск, а вот вы недавно в Архангельске были. Да, на девятом международном форуме во славу флота и отечества. Хорошо, но, извините меня, расшифруйте. Форум международный, форум был посвящён как раз-таки, собственно, флоту и отечеству. Хорошо ответили, да. Вот, ребята, наша команда, по крайней мере, наша делегация привозила туда работы исследовательские. Одна из работ была посвящена памятникам Мурманской области, которые связаны с флотом. Мальчик писал статью, один из детей наших, писал статью на тему улицы, названные именами героев флота. То есть ребята таким образом и память, собственно, увековечивают, и потом эти работы вполне применимы на уроках, на классных часах. У нас есть такая практика, когда дети пишут проекты и потом, так сказать, апробируют их на широких массах, на пятых, шестых классах и даже на более старших детях. Там были экскурсии, там в целом был очень интересный, насыщенный форум. А сколько дней это всё продолжалось? С 18 по 23, получается, 5 дней. А неделя, грубо говоря, ну, рабочая неделя, да. Вы ездили одна или вы же кадет с вами ездили? Как всё это? Ездила я и 5 человек-одетов, да. 5 человек-одетов, да. А вот ещё тут я, вот, наверное, буду прыгать, как-то несколько хаотично задавать вопросы, они, может быть, там, не это самое. А вот, говорят, вы ещё читать очень любите. Люблю. Какая последняя книжка художественная, литература, которую вы прочитали? Я читала последнюю. Обрыв Гончарова. Ничего себе. Да. Вам нравится русская классика? На самом деле, вот... Как говорили в этом самом фильме «Доживём до понедельника», отличный фильм про школу, всё-таки Иван Александрович Гончаров, как бы это сказать, он как-то второго ряда, что ли, писатель в русской классике считается. Или же его уже, как там Вячеслав Тихонов сказал, перевели в первый, нет? На самом деле, мне книга понравилась. Я единственное, что думаю, наверное, всё-таки русскую классику читать нужно немного в более старшем возрасте. То есть в школе рано. Вот чуть-чуть, мне кажется, да. Вот всё-таки немного дети недопонимают юмора. То есть когда я говорю, что я смеялась искренне над Авломовым, и мне было очень прям смешно, мои дети смотрят, такие, ну, мы читали, потому что нам нужно было очень сильно. А, ну да-да, положено, да-да-да. Алексей, а вот это правильно мне тут сообщили, что вы ещё в детском морском центре занимаетесь? Да, ДМЦ «Океан». Ага. И недавно были на морской практике на Клавдии-Яландской на теплоходе. А в чём заключалась эта практика? Что вы там, ну, не знаю, концы на берег кидали там? Ну, мы стояли в вахту и проживали дни так, как моряки. А вахту где? На мостике одно, а в машине другое? А на палубе третье? Ну, мы стояли в вахту на мостике. На мостике. Ага. Он, капитан, нам проводил. То есть вы имеете в виду, что жили как моряки, то есть 4 часа вахта, через 8 снова на вахту, через 8 снова на вахту, и так 3 дня? Нет, мы стояли в вахту 2 часа. А, вам нельзя, наверное, 4 в силу возраста. Вот так, да? Да-да-да-да-да. Ну, мы жили в каютах, общались с моряками. Ну, и какое впечатление на вас моряки произвели, которые ходят в море на теплоходе Клавдия Яланская? Это морские волки или просто сборище какое-то, набрали сбору по сосенке? Мне кажется, они больше относятся к морским волкам. Больше к морским волкам все-таки. Ну, судя по их рассказам, они дорожат этой работой, им нравится. Ага. Это самое главное в работе, это счастье. Правильно, согласен, согласен. Вы знаете, я вот что-то тут подумал, что вот Алексей еще и в центре океана занимается. Вот опять-таки хочется задать вопрос, на который он уже ответил, да? Дескать, как же на учебу-то еще хватает? И если такое внимание уделяется вопросам воспитания, в том числе и патриотического воспитания. А потом подумал, ведь с другой стороны, учителя-то в кадетской школе что надо? Ведь недавно был конкурс «Учитель города». Кто его выиграл? Учитель информатики из кадетской школы Вячеслав Петров. Да. Вот. То есть, получается, что прям школа какая-то рисуется. Михаил Викторович, давайте-ка вы тоже присоединяйтесь. А то вы как буквально поняли, что раз программа у нас 45 минут, вы свои 15 минут с самого начала взяли. Я к чему? Что никакого перекоса никуда нет. Все ровно. И учеба, и внеклассная работа, и которая многогранна совершенно, вот опять-таки взять хоккей с мячом, которым серьезно занимается Алексей. Ну, я бы начал с того, что в этом году наша школа, 19-я некадетская школа, отмечает 70-й юбилей. 70 лет со дня основания этой школы. И вот то, что сегодня я погружен в программу, и не мог перебить ребят, и действительно говорили все правду. Мне приятно, как без должной скромности, одному из основателей этой идеи. Ведь когда мы в 1996 году, какой год рождения у тебя? 2006-й. А? Ну, ответьте, да? Ну, тем не менее. За 10 лет. Да, за 10 лет, да. Видите, как история уже древняя? В 1996 году родилась идея создать военные классы, военно-технические классы. Надо мной смеялись, прямо директора, что армия была не в почете тогда. И когда мы делали первые шаги, мы делали шаги такие по своему разумению. И даже мы начали работу без помощи военкомата, потом военкомат подключился. И вот когда мы приехали на первый слет, сейчас ребята рассказывают, уже профессионалы, 14 лет съездят, медали. А мы были, ну, мы считались самыми состоятельными в этом направлении в городе Мурманске. И когда мы приехали на первый слет в Волгоград и познакомились тогда уже с кадетами из других регионов, то немножко ребята... То есть мы по-любому были не первыми. Уже вот... Мы, я хочу сказать... Уже там над кем-то уже просмеялись, и они все равно сделали кадетские классы. Да, 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 просмеялись. Я хочу сказать о другом. Мы там были не лучшими, мягко говоря. И ну, когда... Ну, вы в самом начале. Да, мы посмотрели, вернулись, как-то провели работу над ошибками. К чему веду речь? Что вот спасибо Сергею Вячеславовичу, руководителю школы, родителям, безусловно, спасибо за то, что предоставляют возможность выезжать в регионы. Вот этот выезд, они ведь не только там культурные, экскурсионные, хотя это тоже очень важно. Это дает возможность сравнить себя. Вот на каждом слете есть обязательно общий образовательный цикл. Когда мы ездили, были олимпиады по предметам. Сейчас есть тоже какие-то, называют, проектные работы, как бы ни говорили. И ребята успешные в нашей школе, в нашей кадетской школе, понимают себя, какой рейтинг у них на уровне Российской Федерации. Ведь в конечном итоге будет поступление, школа когда-то закончится хорошо или плохо, да, и выходит жизнь. Вот эти слеты, Андрей Валерьевич, они имеют очень огромную роль. И хорошо, что эта работа продолжается. Мне очень приятно сегодня слушать, что такие есть достижения кадетской школы. Только рад. И всегда, когда бывают, действительно... Вот сейчас у меня еще есть... Да, я, кстати, скажу. Вот Сергей Вячеславович, это Сергей Цветков, нынешний директор кадетской школы, который стал директором кадетской школы после того, как Михаил Викторович ушел на работу в Мурманский курсовет. Значит, Анастасия Александровна, в январе следующего года на базе вашей школы начнет работать муниципальный опорный центр по изучению беспилотных летательных аппаратов. И, кстати, весьма увлечен этой идеей победитель конкурса... Петров Вячеслав Александрович, да. Да, 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 да. Вот расскажите, что это за такая штука будет? На самом деле, я-то как раз-таки от техники далека, поэтому это была идея... Я еще дальше. Чудесно, мы с вами на одном уровне. Это была идея Вячеслава Александровича, который поддержал Комитет по образованию администрации города Мурманска. У нас закуплено оборудование. То есть это снизу инициатива? Ваша? Представляете? Блеск. Блеск. Ну, а дальше-то что? В январе у нас будет... Этот центр начнет работу, а в феврале мы всех приглашаем на торжественное открытие. Там вот беспилотные летательные аппараты. Дроны. Я так понимаю, что дроны, да, да, да. Денег же много надо. Надо же, если заниматься изучением беспилотных летательных аппаратов, надо как минимум их иметь. Это же вы не на картинке собираетесь рассматривать их? Конечно, оборудование уже закуплено. Уже закуплено? А, ну да, на декабре уже середина месяца. Поэтому в январе опорный центр уже начнет работать. То есть после зимних каникул вы там очухаетесь и как запуститесь? Да, а в феврале, к 17 февраля, к дню кадета, у нас будет торжественное открытие. Более того, в перспективе это вот изучение пилотирования беспилотных летательных аппаратов будет введено как электив в 11 классах. И даже, еще дальше, если смотреть, то выдача удостоверений. Опорный. Это означает, что под вашим крылом со всей Мурманской области будут? Да. А они будут приезжать или дистанционно, или как, или что? Я думаю, это технические вопросы. Мы решим их уже в процессе. По ходу дела. Да, пока что это действительно опорный центр для, в том числе, не только для наших кадет, но и для ребят со всего города. Вот так вот. Ага, ага. То есть не было печали, вот подай. То есть еще одна, как нынче модно говорить, активность появится в активе у кадетской школы. Да. Ну, это... А еще вот я слышал, что у вас самый большой отряд юноармейцев в городе, нет? В вашей школе. Я просто вот смотрю, у Алексея там вот справа на груди знак юноармейца. Да? Да. У вас самый большой отряд юноармейцев в Мурманске? Давайте не буду лукавить. Большой отряд, действительно, очень много ребят у нас в юноармии состоит. Ага, ага. Причем у ребят самые разные активности на данный момент, то есть они ухаживают за памятниками, они проводят мероприятия у малышей. Это различные акции, в том числе письмо солдата. У нас на базе школы мы, допустим, собираем посылки для бойцов в госпиталях Санкт-Петербурга и Москвы. Ага, ага. Вот. Это все хорошо. А вот, Алексей, вы учитесь в кадетской школе. Ведь это далеко не всегда означает, что по окончании кадетской школы вы выберете карьеру военного. Или вы собираетесь выбрать карьеру военную? Я собираюсь выбрать карьеру служащего родине. Ну, да, да, да. А в каком виде вы собираетесь послужить родине, если не секрет? Ну, я еще пока не определился, но у меня на примере Галецкий пограничный институт. Ага. Или университет МВД в Питере. Вот так, серьезно, серьезно. То есть вы решили защищать родину, так или иначе? Нет. Ага, понятно. Григорь, вы знаете, я скажу, вопрос подняли очень важное, чтобы было на понимание. Когда мы создавали первые классы, и потом в 2011 году нас признали кадетская школа, у педагогов не было такого подхода, чтобы все 100% пошли в военное училище. Но вот эта система образования, которая служит в кадетской школе, она помогла ребятам, во-первых, на себе изучить, готов ли он в службе вооруженных сил, не готов. Вот на себе посмотреть различные формы работы. Вот, и это очень хорошо, что они имеют возможность, ведь многие даже в армии не попадали по состоянию здоровья. А вот когда они прошли эту школу, дружба, уникальная дружба, сейчас не сказала, Настя, ни о том, что кадетское братство, оно же существует, кадетское братство? Вот эта общественная организация «Кадетское братство» действительно братство. Что у них неформально, как я всегда это говорю, да, отношение старшеклассников к более младшим. Вот совсем недавно было посвящение в кадеты, вот с каким вниманием старшеклассники смотрели на пятиклассников, которые принимали клятву. То есть вот эти традиции, которые зарождены, и очень важно, что ребята, кем бы они ни были, там, врачами, педагогами, руководителями, вот этот настрой, который получают в кадетской школе, остается с ними навсегда. У нас вот раньше проводились встречи с выпускниками, сейчас, по-моему, они проводятся, да, или проводятся. И когда приходили выпускники и говорили, что вот мы не стали военными, но то, что мы изучили здесь, ведь старая подготовка, как бы к ней это ни относится, она дисциплинирует. Это очень творчество, и поэтому, когда тяготы, лишения, да, на себе испытывают. Поэтому это очень хорошее дело, и слова благодарности своим коллегам, кадетам, за то, что работу продолжаете, уверен, что она будет. Анастасия Александровна, вот так уж получилось, что сегодня в студию пришел кадет, который собирается избрать стезю защиты Родины. А у вас есть какая-нибудь статистика? Сколько ребят каждый год поступают в военные училища, в пожарные училища, в школы полиции, не знаю, вот в пограничные институты? Или вас такая статистика просто не интересует, а вас интересует ВАЛ? Сколько поступило в высшие учебные заведения, а сколько в колледже, в технику? Я не буду сейчас, наверное, врать про цифры. Действительно, в цифрах я вам не скажу, кто, сколько, когда поступил, но, конечно, любому классному руководителю интересно, куда пойдет его ребенок после выпуска. То, что ребята очень часто выбирают именно военные структуры, конечно, и очень приятно на самом деле, что много есть девочек. У нас девчонки учатся и в вузах МЧС. Хороший пример, сестра моя, она выпускалась тоже из этой школы, она сейчас работает в Главном управлении МЧС России по Мурманской области. Ух, ничего себе! Вот это да! А вот, подождите, Михаил Викторович, а вот с самого начала-то, вот вы сказали, что девушки тоже, а сначала же не брали, да, в первые кадетские классы? Там только пацаны были? Да, сейчас расскажу, смотрите, значит, что дает ребятам, у нас был период в 1999 году, когда наши выпускники поступали без экзаменов в Высшее военное училище радиоэлектроники ПВО в Горелого. Просто я писал сопроводительное письмо, они поступали. У меня были отношения такие замечательные, уставлены с генерал-майором, вот. И когда я к нему выезжал в командировки, спросил, а что вы так к нам относитесь? Говорит, у вас очень мотивированные дети. То есть ребята, которые поступают в военные училища с нашей кадетской школы, они мотивированы на дальнейшее продолжение. Что касается девушек, вы правы, Андрей Валерьянович, вначале мы принимали только мальчиков. И вот однажды ко мне обратился офицер-капитан с Кельдинстроя и попросил взять его дочку, Катю, в военно-технический класс. Я говорю, у нас только мальчики обучаются. Ну, говорит, возьми, она будущая военная, связист, продолжит нашу династию. И мы ее взяли. И как раз у меня был первый урок в шестом классе. Вот, я оформлял доску. Валентина Николаевна Гостева завела девочку в класс. Такая симпатичная, аккуратненькая девочка. И вот вы знаете, класс сразу стал добрее. Он как будто бы осел класс. Одна девочка в классе, и все ребята там около 3000 человек, все стали по-другому себя вести. И после этого мы на педсовете решили, да, будем брать девочек. Вот, и поэтому сейчас статистика у вас примерно, ну, если 50 на 50, то может даже больше девчонок сейчас у вас почему-то. На самом деле действительно. Да, ну вот это вот действительно. И девочки показывают высокие результаты. Настя не сказала, сборка-разборка автомата. Девчонки первое место по области, по олимпийской системе, сейчас как-то олимпийская система, там, да, еще что-то. То есть девочки показывают настолько высокие результаты. Поэтому это самое приятное, что кадетское образование востребовано. Существует связь между кадетами. В целом по области, надо сказать, справедливости. Не только кадетская школа, не в обиду коллеге, да. Но кадетские классы есть в других школах, которые работают очень хорошо. И, к сожалению, вы даже уступаете некоторым на соревнованиях из классов. Ну, может, не ваша цель. На то, а не из соревнований. Да, да, да. Ну, знаешь, как говорят, вас не допускают. Иначе, говорит, скоро не будет никто участвовать. Поэтому, да, Андрей Владимирович. Нам просто есть куда стремиться. Спасибо вам большое. Я так понял, что вот 45 минут у нас пролетело, как одна минута, что вы о вашей школе готовы говорить часами. И, Алексей, спасибо, что вы пришли. Мы увидели, какие кадеты учатся в кадетской школе. Анастасия Александровна, спасибо, что вы пришли. Мы увидели, какие советники бывают у директоров кадетских школ. Вот. То есть мы увидели, кто учится, мы увидели, кто учит. И, Михаил Викторович, можете почивать на лаврах, будучи депутатом Мурманской областной думы. Кадетская школа города Мурманска в надежных руках. Спасибо вам, ребята, большое. До свидания. Увидимся и услышимся еще на Большом радио. Спасибо. Спасибо.